Теперь я включаю камеру и пару слов скажу для наших слушателей, которые только начинают нас слушать. Добрый день, уважаемые коллеги! Вы смотрите запись нашего вебинара «Информационная безопасность в онлайн-обучении». Поставьте, пожалуйста, лайки под этим видео, чтобы к нему был доступ у большего количества людей. Ну, а сейчас я передаю слово Александру Николаевичу для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Я для того, чтобы немножко с вами познакомиться, подготовил два опроса. Опять очень громко! Очень хрипит. Хрипит. А вот, подождите, сейчас еще. Так лучше? Как лучше слышно? Давайте посмотрим, во-первых, вашу... Я хочу для того, чтобы с аудиторией познакомиться. Вот, нажмите «Результаты опроса». Результаты опроса, чтобы было понятно, какой у вас есть опыт работы в ДО. Так, вот, Лена не запустил, вот, запустил опрос. Давайте. О, какие люди у нас есть тут, больше 15 лет. Голосуем, голосуем. Голосуем. Ну, хорошо. Так, хорошо. Самое ценное в этом вопросе, что нет ни одного ответа, который под номером 4, и нет, да, 3-4, все равно не буду. Биваться нам всем все равно некуда. И ДО придется использовать так и не иначе. Вот, поэтому, это хороший вывод. Значит, теперь я понял, что, в общем, аудитория у нас достаточно продвинутая, 42% людей, которые так или иначе знакомы с ДО, поэтому это определенный... И теперь еще давайте вот один, откроем такой вот, запустим, еще один опросик, небольшой, тоже проголосуйте. Чтобы можно было сразу сориентироваться. Среди нас есть и команда экспертов, которые все знают про информационную безопасность. Ну, хорошо, да. Значит, так примерно тоже понятно, что 70% аудитории, 75% частично знакомы с этой темой, поэтому можно будет где-то какие-то моменты, наверное, уточнить. Значит, это я так просто поставил вам для заставки, чтобы никто не думал, что ДО это вообще что-то совсем новое и современное. На самом деле нет, это еще в позапрошлом веке обучали дистанционным образом стенографистов и бухгалтеров. Вот здесь обучение, рекламное обещание, граждане, желающие получить эти навыки, могут быть обучены так же прекрасно, как если бы они жили в Бостоне при помощи нескольких уроков, еженедельно отправляемых по почте. Так что все, о чем мы говорим, все это уже когда-то случилось. Значит, теперь, что нам говорит наше законодательство. Ну, вы сами все знаете, закон об образовании, статья 16, реализация образовательных программ с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий. Пункт первый. Взаимодействие обучающихся и педагогических работников и под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников. А статья 16.5, она говорит следующее. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий, организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или охраняемую законом тайну. Но у нас, как правило, ни в дистанционном, ни в другом обучении таких сведений нет. Это могут быть только какие-то специализированные военные институты. У них могут быть информация для служебного пользования или информация, которая содержит государственную тайну. У нас более простая категория информации, у нас образовательная информация, которая содержит коммерческую тайну. Поэтому таких строгих требований в части защиты информации не накладывается, поскольку мы будем считать, что государственную тайну у нас никто не преподает. Тем не менее, что такое информация? Информация – это понятие очень сложное на самом деле, потому что точного определения до сих пор неизвестно. Правовое определение понятия информации ввел федеральный закон об информации, информатизации, защите информации. В соответствии с ним информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, процессах, независимо от формы их представления. Потом он утратил силу. Его преемником стал федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации. Но в новом законе тоже представлены интересующие нас определения. Информация – это сведения или данные, независимо от формы их представления. Слышно что-то не очень? Давайте попробую еще поднять. А, вот, подожди, вот так надо сделать, наверное. Все, я понял, почему не было слышно. Мы сейчас звук поправим. Вот так лучше? Вот. Не надо как обратно делать, как шум пошел, да? Все. Вот так вот нормально, да? Ну, все. Значит, в чем сложность этого понятия информации? Во-первых, в том, что смешаны некоторые понятия между собой. Например, сообщение и данные. Я всегда студентов, да, тут я мышкой пользуюсь, да, сейчас не буду. Студентов спрашиваю, вот, что в себе хранит база данных. Они мне говорят, что база данных, ну, понятное дело, все знают, что база данных хранит в себе информацию. Тем не менее, если мы рассмотрим единицы хранения, фамилии, линии, отчества и так далее, то каждая из них представляет собой данное. И понять, и поэтому вопрос, как данные объединяются в информацию. Поэтому я просто не буду на эту тему, там, теоретические основы всякие рассказывать. Вот, а просто я хочу подчеркнуть, что информация – это понятие сложное на самом деле. Вот, и оно и философски осмысливается, и с точки зрения информационной. Являются ли ваши фамилии и отчества данные, информации, что их делает информацией из отдельных данных. Но, тем не менее, мы будем считать, что у нас дистанционное обучение охраняет именно информацию. И, как здесь говорится, это сведения, независимо от формы их представления. Потому что, ну, пока другого определения у нас, нормативного определения этого у нас нет. Есть нормативные документы, которые определяют, что это такое. У нас есть федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации. Есть федеральный закон, который говорит нам, что такое государственная тайна. Есть, касается также этих вопросов, гражданский кодекс, особенно в части 4, где подробно рассказывается, что такое авторское право. А авторское право как раз нам нужно для того, что если мы с вами говорим об информационной безопасности, то нам авторское право, определение авторского права как раз определяет круг тех сведений, той информации, которую мы должны защищать. И в отношении чего мы обеспечим информационную безопасность. Есть стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Она утверждена указом правительства президента. Есть стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. Также утверждена указом президента. Есть основные технические стандарты. Основные технические стандарты это ГОСТ Р-509-22, защита информации, основные термины и определения. ГОСТ Р-501, информационные технологии. ГОСТ Р-ИСО-НК, информационные технологии и методы обеспечения безопасности. Дальше информационные технологии, методы и средства обеспечения безопасности. Информационные технологии. много этих стандартов, и общие оценки безопасности информационных технологий. И ГОСТ ИСО МЭК – информационные технологии, практические правила управления информационной безопасностью. И ГОСТ ИСО МЭК – информационные технологии, методы безопасности, системы управления безопасностью информации и требования. И руководящие документы, еще раз, въяснение письма ГОСТ ИСО РФ. Вот примерно весь набор нормативных документов, которые можно использовать и анализировать для того, чтобы рассматривать понятие информационной безопасности. Если мы с вами рассмотрим дистанционное обучение, как модель информационной системы, то в крайнем самом простом случае мы ее отпишем очень простым образом. У нас есть некие источники информации, у нас есть канал связи и у нас есть приемник. И дистанционное обучение, как модель, идет через, связывает источники информации, приемники, канал связи. Соответственно, объектами защиты у нас является та информация, которая расположена на источнике информации, и объектом защиты у нас является канал связи. В этом случае мы должны обеспечить информационную безопасность источников информации и обеспечить информационную безопасность канала связи. Теперь еще надо провести важное различие в терминологии, потому что если мы с вами рассматривали раньше ГОСТы или какие-то нормативные документы, они говорят о защите информации. Защита информации это совсем не то же самое, что информационная безопасность. Потому что если мы с вами углубимся в методы защиты информации, то там есть защита физических носителей, защита от излучений и так далее. То есть это информационная безопасность, она вообще как безопасность, она определяется довольно странным образом. Помните такая была, ну вы помните, конечно, книжка в свое время у Аркадии Стругацких, «Понедельник начинается в субботу». И так был такой человек, который собирал определение счастья. Вот, и одно из определений счастья было таким счастьем, это отсутствие несчастья. Примерно так же происходит и с информационной безопасностью. То есть информационная безопасность, ну и вообще безопасность в более широком смысле, информационная безопасность определяется как отсутствие опасности. И вот здесь вот мы смотрим определение, где написано, что информационная безопасность – это состояние защищенности информационных ресурсов, информационной среды от внутренних и внешних угроз, способных нанести ущерб интересам личности, обществу, государству и так далее. То есть вот здесь именно в этом определении применяется именно тот же самый способ определения через свою противоположность, когда информационная безопасность определяется как отсутствие опасности. А отсутствие опасности, оно определяется перечнем угроз. И поэтому, если мы знаем перечень угроз или рисков для информационной среды, и приняли какие-то все меры для того, чтобы эти иски снизить или совсем убрать, то мы, соответственно, достигли состояния информационной безопасности. Поэтому я и говорю, что информационная безопасность и защита информации – это разные вещи. То есть мы должны… Защита – это больше относится к техническим процессам, а информационная безопасность в современном виде больше относится к анализу рисков и угрозов. которые могут быть на процессе дистанционного обучения. Соответственно, и безопасность информации – это защищенность информации от нежелательного для соответствующих субъектов информационных отношений разглашения, нарушения конфиденциальности, искажения, нарушения целостности, утраты, снижения степени доступности информации, а также незаконного тиражирования. Что мы в этом случае имеем? Каким образом мы с вами защищаем, обеспечиваем защиту? Даже не защищаем, а обеспечиваем защиту? Мы строим для этого систему защиты информации. При построении системы защиты информации обязательно нужно определить, что следует защищать, от кого или чего, и на чем строить защиту. И, соответственно, иметь список угроз, от которых мы с вами защищаемся. Вот так. То есть три составляющих защиты информации. Дальше мы с вами перейдем и посмотрим более конкретно, какие свойства информации. Для того, чтобы построить список угроз, которые есть у информации, нам необходимо более конкретно рассмотреть, что такое, в чем ценность, в чем ценность, какие свойства информации представляют ее ценность. И, соответственно, тогда можно будет понять, каким образом, какие угрозы могут возникнуть для этих качеств нашей защищаемой информации. Первое свойство информации, которая подлежит защите, это ценность. Ценность информации, это, опять же, понятие очень неопределенное и расплывчатое. Ну, я могу сказать, опять же, на примере, знаете, приведу известный пример из предсказаний погоды, когда, чем ценность отличается от вероятности. Если вам вдруг скажут, что завтра будет плюс 10 у нас, вы этому не поверите, вот, эта информация будет иметь вероятность маленькую, но она будет иметь большую ценность в случае, если этот прогноз осуществится. То есть, те люди, которые все-таки прислушались и поверили, и как-то себя повели в соответствии с ним, вот, у них появятся какие-то дополнительные, дополнительные выгоды. Вот, ценность информации, она разная для людей, и она зависит от того контекста, который она используется. Но есть общий закон, есть общий закон, который заключается в том, что ценность большинства видов информации стареет. Выведены даже закономерности количественные, с какой скоростью стареет информация. И поэтому получается, что даже если мы выставили, то есть, мы зависим, как бы, от общего информационного фона, и на этом общем информационном фоне наша информация может представлять какую-то ценность, она чем-то будет отличаться. Но со временем ее ценность также будет падать, потому что информация будет стареть. Вот, поэтому ценность информации, это вопрос достаточно субъективный, как ее определяют участники дистанционного обучения. В ценности информации в ДО. Какая ценность информации в ДО? Во-первых, есть информация методологическая и технологическая. То есть, технологическая информация, ценность технологической информации, это прежде всего накопленная база данных. То есть, адреса ваших сотрудников, то есть, адреса ваших студентов, которые прошли у вас обучение, их личные данные, потом информация, которая производна от этого, когда они обучались, как они обучались, сколько времени, насколько хорошо обучились и так далее. Вот эта вся такая коммерческая, технологическая, методическая информация, она представляет для вас внутреннюю ценность. Прежде всего внутреннюю, но и частично внешнюю, потому что эти данные вы можете кому-то передать. Как у нас там любят некоторые, вот, отмениваться. То есть, и деловая информация, накопленные показатели, результаты анализа, тенденции и так далее. Но эта информация, как правило, она лежит у вас где-то там, и широкого доступа у вас, ну, обычно не предоставляется. Вторая информация, вторая аспект ценности информации зависит от того способа охраны, каким вы охраняете. Если у вас есть защищенные патенты, авторские права и так далее, то это тоже ценная информация. Но тут уже, поскольку она защищена тем или иным способом охраны, то эту ценность можно показывать, можно заключать лицензионные договоры на использование вот этой ценной информации. или она у вас, к ней другие совершенно уже требования по защите. Это уже не внутренняя информация, а та, которая у нас выложена на сайте, которую вы можете предложить своим слушателям. Да, то есть, вот у нас есть, например, ну, я говорил как-то в своих предыдущих лет, я читал, что у меня есть заявки на авторское право на базу данных по вопросам, по определенным дисциплинам и так далее. Вот эту информацию я уже настроен не то, чтобы прятать где-то у себя, вот, как свои частные вопросы, вот, а я уже настроен ее предлагать. Настроен предлагать с тем, чтобы заключать какие-то лицензионные договоры, вот, и использовать ту интеллектуальную собственность, которую есть. Хотя информация, это по-прежнему ценная, но уже способ продвижения, и каналы продвижения, они уже другие в данном случае требуются. Вот, если мы возьмем просто ограничимся учебным процессом, то чисто в учебном процессе ценность информации определяется прежде всего своевременность ее предоставления. То есть, в соответствии с теми потребностями обучающегося, когда он должен получить, вот он должен к ней доступ получить. Если он получает доступ раньше или получает доступ позже, то ценность этой информации снижается. То есть, ценность вот такой вот учебной информации, она как раз заключается в том, чтобы ему своевременно предоставить какие-то методические материалы, руководство по подготовке, по тому или иному разделу. Причем она должна быть еще очень дозирована. То есть, одно дело, что вы можете обучающемуся дать 20 книжек и сказать, на, прочитай, и ты все поймешь. Вот, он, конечно, так не прочитает. А если вы выделите ему какие-то разделы или параграфы, которые вот каждому каждому пункту вашего обучения ему дадите, чтобы вот оно было точно, точно и в сроках, как есть такая концепция Just in time, точно в сроках, то тогда ценность этой информации она будет значительно выше. Следующее свойство информации, которое мы с вами рассматриваем, подлежит защите, это секретность или конфиденциальность информации. Это, опять же, субъективно определяемая характеристика, которая указывает на необходимость введения ограничений на тех, кто имеет доступ к данной информации. Вот эта характеристика обеспечивается способностью системы сохранять указанную информацию в тайне от тех, кто не имеет полномочий для доступа к ней. Объективные предпосылки подобного ограничения необходимы для того, чтобы защищать законные интересы остальных. В контексте ДО, чем мы обеспечиваем конфиденциальность информации? Мы обеспечиваем ее парольной защитой, как правило, также ограничением прав доступа. Мы можем ограничить права доступа, а давать даже парольную защиту не всем, кто ее попросит. Мы можем ограничить какими-то временными рамками доступ к файлам или каналам связи. В общем случае, это называется созданием виртуальных комнат, то есть виртуального пространства общения, в рамках которых мы проводим общение с нашими обучаемыми. И еще хочу сказать, что для ДО конфиденциальность информации это как раз очень важная характеристика, потому что одна из задач современного образования это обеспечить индивидуализацию. Индивидуализацию обучения и в рамках индивидуального подхода к обучению, в рамках индивидуализации мы с вами должны четко и в рамках того, что вот я говорил о той ценности информации, про которую говорил раньше, своевременно предоставить человеку нужную информацию, вот в этом смысле как раз конфиденциальность тоже приобретает большое значение, то есть сделать так, чтобы не всем одинаково была доступна, не всем одинаковая информация была доступна, а каждому доступна была вот та, которая ему нужна для развития и в то время, когда ему она нужна. Вот этим достигается конфиденциальность информации, поэтому имеет тоже большое значение. Следующее свойство. Ну интернет говорят неустойчивый, но я не знаю тут, что сделать. У меня вроде хороший интернет. провайдер достал такой, я с ним давно работаю, они хорошую скорость дают. Тут трудно мне что-то сказать. Ну вот, следующее свойство информации, подлежащее защите, это целостность. Целостность это свойство информации, существовать в неискаженном виде. Или согласно Гостехкомиссии Российской Федерации, целостность информации это способность средств измерительной техники или автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях случайного или преднамеренного искажения или разрушения. В контексте ДО мы понимаем два аспекта целостности информации. Первый аспект целостности информации это семантическая целостность. То есть целостность информации, всей информации, которая есть у нас в рамках контекстуальной модели. То есть, ну, для библиотекарей, тут я вижу много, большой процент библиотекарей, вот, это понятно, что есть каталог, в нем должна информация вся быть перечислена, все ссылки друг на друга перекрестные должны быть целыми, должны работать, они не должны быть гитыми. и вот все это вместе взятое называется семантической целостностью базы данных. То есть, вся наша информация, которая, весь массив информационный, который у нас находится для дистанционного обучения, он должен вот этому требованию семантической целостности он должен удовлетворять. Иначе начинается, в общем, разочарование все начинают ругаться на тот курс, который вы предоставляете на организацию и так далее. Второй аспект целостности информации в дистанционном обучении это защита. Защита, прежде всего, защита при хранении. Значит, тут вопрос зависит от того, какие вы технические средства используете. Если вы используете собственный сервер, который развернут у вас в организации, значит, тогда вы должны обязательно озаботиться тем, чтобы у вас администратор базы данных имел технический регламент. Регламент сохранения этой информации, чтобы он вовремя осуществлял процедуры копирования этой информации, чтобы я знаю, что не знаю, как у вас там с администраторами современными баз данных, но я помню, что в свое время мы дрючили нашего сисадмина до тех пор, пока он не сделал все технические регламенты. У нас был технический регламент ежедневный копирования, потом еженедельный, чтобы все это копировалось, своевременно очистилось, и чтобы вся наша... И самое главное, он должен быть в этом техническом регламенте, у вас должно быть отражен период актуальности. То есть, когда у вас есть ваша система дистанционного обучения, потом вдруг по каким-то причинам возник сбой, да, у вас нарушилась эта база, то сведения какой давности ваш администратор может вам восстановить. С какой задержкой? Минутной, часовой, суточной и так далее. Если суточной, то его гоните сразу. Дальше следующий вопрос, это непрерываемость сигнала в связи. Это непрерываемость сигнала в связи, возможность скачивать файлы любых размеров, обеспечения последовательности доступа к информации, это тоже вопросы, которые технические вопросы, но они связаны с целостностью той информации, которую получают пользователи. Потому что есть такие специфические заведения, специфические области деятельности, например, архитектуру, в которой требуются очень больших объемов графической информации, соответственно, какие-то файлы надо скачивать студентам большие, чтобы у себя посмотреть. И, соответственно, вот поэтому возможность такая техническая, она тоже важна для того, чтобы обеспечить целостность информации. Ну и последнее свойство доступности. Доступность информации это свойство системы, в которой циркулирует информация для того, чтобы обеспечивать своевременный и беспрепятственный доступ субъектов и готовность к обслуживанию поступающих от субъектов запросов всегда, когда в этом есть необходимость. Доступность тоже бывает на логическом уровне, то есть управление и защита паролями, конфиденциальность и техническая доступность тоже может быть. Теперь мы с вами говорили, что информация может существовать в разнообразных формах. Это тексты, рисунки, чертежи, графики и так далее. Вот, и поэтому виды защиты информации, которые мы с вами хотим рассматривать, они должны, конечно же, рассматриваться с учетом этих факторов. То есть какие виды информации мы с вами хотим защитить. Всегда в защите информации, в обеспечении информации самый распространенный подход это подход матричный. Матричный подход основан на том, что у нас создается такая вот матрица, где у нас в первом столбце перечислены возможные участники образовательного процесса, а в строках перечислены те компоненты информации, которые у нас находятся в распоряжении для нашего дистанционного обучения. Ну, я так вот здесь эта табличка достаточно грубая, вот, она может быть и более такая, более развернутая, там можно больше выделить компонентов, можно здесь больше выделить, конечно, и тот же участников, потому что может быть не только роль администратора, преподавателя, учащегося, но и гости, например, которые вы можете пустить, познакомиться с вашими ресурсами, вот, и, соответственно, должно быть достаточно хорошо, четко определено, кто имеет доступ к каким видам ресурсов, то есть, если администратор имеет полный доступ ко всем ресурсам, значит, если там, ну, и тоже я здесь выделал просто файлы, условно, там, как они называются, контрольные материалы, активные, контрольные, администратор, мы всегда имеем доступ, значит, с преподавателем уже вопрос, как вы его организуете, он должен иметь полный доступ к своим материалам, то есть, он должен их возможность уметь читать, уметь их редактировать, править, да, вот, а уже вот как взаимоотношения с коллегами, это уже вопрос корпоративной этики ваших организаций, корпоративной этики ваших организаций, то есть, должен ли преподаватель, может ли преподаватель посмотреть материалы своих коллег, чтобы, может быть, какие-то у него получились новые идеи, ну, в общем, это вопрос корпоративной этики информационной культуры, как у вас организовано, дальше преподаватель, дальше он имеет кимон, контрольно-измерительным материалом, имеет полный доступ, также, к материалам своих коллег, это тоже не знаю, как вы определите, учащийся имеет, значит, как можно организовать права доступа учащегося, он имеет ограниченный доступ, и не только на чтение, например, если у него есть какая-то методическая литература, она будет ему предоставляться на весь семестр, или он может быть ограничен, например, он изучает, вот семестр разделен на несколько тем, и, скажем, одна тема изучается в две недели, вот если на две недели ему дается доступ, скажем, к каким-то методическим материалам, которые есть по этой теме, а потом ему высылается КИМ, контрольно-измерительный материал, он там дает какие-то ответы, и переходим к следующей теме, вот, это один вариант организации учебного процесса, второй вариант организации учебного процесса, мы в самом начале все открыли, дали неограниченный доступ, и пусть они там смотрят и что-то себе находят, это вопрос, но как у вас организован учебный процесс, соответственно, тоже, и поэтому у них тоже права, ограниченный доступ во времени только на чтение, или, значит, в данном случае все равно у него есть доступ только на чтение, но вопрос времени, в течение которого ему доступны, эти материалы, они все остаются. дальше, есть алгоритмы безопасности, алгоритмы, из алгоритмов безопасности вытекают две аксиомы, которые должны неукоснительно выполняться, защищенные информационные системы в любой момент времени, любой субъект, объект должны быть идентифицированы, то есть, всегда не должно быть никаких посторонних, которые болтаются с непонятными никами, еще кем-то, я знаю, в школах там любят дети какие-нибудь письма под какими-нибудь никами посылать, вот, но должна вот эта аксиома должна выполняться, то есть, в любой момент должны знать, кто там есть и что он делает, это первое. Вторая аксиома, в защищенной системе должна присутствовать активная компонента или так называемый монитор безопасности, или монитор безопасности, в котором видно, кто, что в данный момент делает. Вот, эта компонента может быть либо выражена в виде вашего администратора, который сопровождает учебный процесс, отслеживает соответственно то, чем занимается, потому что даже если вы, например, предоставляете отзыв дистанционно, вот многие любят, например, одно время, когда все это перешло, купили зум, ну, потом еще про эти каналы связи расскажу, дальше остановимся, но, используют партизанский зум, да, то есть, и вы, тем самым, у вас нет контроля за участниками, кто подключился, когда подключился, а на самом, бывали, достаточно много бывало таких случаев, в таком случае зум достаточно легко взломать, и там специально появлялись какие-нибудь эти, как это сказать, люди с низкой социальной ответственностью, которые начинали проникать на форум, там ругаться, еще чуть-чуть, ну, хулиганить, вот, поэтому аксиома номер два, в защищенной системе должен быть монитор безопасности, то есть, тот, кто управляет этой безопасностью, дальше, ну, возвращаемся сюда к нашей модели информационной безопасности источника, что мы можем сказать, какие меры предложить обеспечение информационной безопасности источника, у нас самые типовые, как вы знаете, у нас самые типовые инструменты для облачного хранилища данных, вот здесь вот показаны их характеристики, но они так более-менее все там одинаковые, что до каких-то пределов они бесплатны, начиная с каких-то пределов они платны, приложения у них тоже более-менее все одинаковые, которые поддерживаются, ну, и возможности доступа тоже более-менее одинаковые, то есть, вот те файлы, которые вы выложили, ту информацию, которую вы выложили на этом источнике, значит, вы можете дать просмотреть либо всем, либо только каким-то своим друзьям, которых перечисляете в списке, вот, теперь теперь еще надо сказать про электронную цифровую подпись, значит, электронная цифровая подпись в контексте ДО, она нам нужна вот когда, когда у нас с вами проходит общение источника информации по каналу связи, мы по каналу связи переслали кибы, контрольно-изменительные материалы, и мы хотим получить гарантированные гарантии того, что эти кибы получены именно вот от этого человека, именно вот от этого источника информации, то есть мы не путайте этот вопрос с тем, что с вопросом прокторинга, когда осуществляется слежение за обучаемым с тем, чтобы убедиться, что это он сам сидит у данного компьютера. В данном случае задача у нас с вами попроще, потому что нам не надо смотреть, что обучаемый сидит у данного компьютера, мы просто хотим получить подтверждение того, что эти материалы отправлены именно с этого компьютера, что по дороге они не подвергались никакой правке, не было никаких посторонних вмешательств, что ученик, грубо говоря, не переправил их на третий компьютер, где ему внесли в этот ответ какие-то правки, и потом с третьего компьютера их вам отправили. Для этого мы сможем с вами использовать такой инструмент, который называется электронная подпись, электронная цифровая подпись или цифровая подпись позволяет подтвердить авторство электронного документа, будь то реальное лицо или, например, аккаунт в криптовалютной системе. Подпись связана как с автором, так и с самим документом с помощью криптографических методов. Электронная цифровая подпись это реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи, то есть, как у вас обучаемый сдал экзамен и поставил подпись и сказал, что вот это мой диплом или вот моя курсовая работа, вот я ставлю на нем цифровую подпись и все и с этого момента уже любые изменения должны быть в этом документе запрещены. Вот этого мы можем добиться электронной цифровой подписью. Значит, схема работы электронной цифровой подписи. Есть две схемы работы электронной цифровой подписи. У нас есть данные, есть специальный алгоритм, который называется хэш-функция, с ее помощью создается вот такое длинное число, которое называется хэш, и оно приписывается в конец документа, и документ с сертификатом отправляется дальше для передачи. Значит, во время проверки этих данных отделяется вот эта вот подпись, она сравнивается с специальной подписью сертифицированного центра, и если она совпадает с той, что была в документе, то говорится, что документ не подвергался корректировке. Самый простой способ поставить электронную подпись есть в Microsoft офисе. Вот, для этого мы создаем, открываем файл, в меню выбираем пункт защиты документа, потом добавим цифровую подпись. в случае если создается впервые подпись, то запрашивается программное обеспечение на партнерах на получение, вот, есть несколько русскоязычных приложений, но это технически, вот это как бы, это достаточно просто сделать, но это вопросы технические, и они достаточно легко решаемые. А вот вопросы связанные с юридической стороной этого дела, юридическая сторона здесь у нас как раз посложнее. Здесь у нас юридическая написанная простая электронная подпись не имеет юридической силы, ее нельзя использовать для подачи государственной инстанции для участия в торгах. То есть, если вы захотите таким образом какое-то судебное разбирательство на этой основе учинить, сказав, обидевши, что человек, например, после уже того, как поставил электронную подпись, стал корректировать свои работы, то так просто у вас это не получится, потому что она не имеет юридической силы, перед этим вам, если вы хотите использовать такой механизм, то вам надо перед этим заключить договоры. со всеми участниками, со всеми сторонами, на то, что мы обязуемся соблюдать соглашение конфиденциальности и правила определения сведений и доверять все участники обязуются согласовывать и доверять вот этим вот правилам и признавать документы, подписанные простой электронной подписью, признавать действительными. хотя в общем можете со студентом, если он к вам приходит, можете заключать так, у вас заключается договор на обучение, вот дополнительно можете заключать такой договор еще и на то, чтобы действовало соглашение об электронной подписи, вот тогда вы будете знать, что тот документ, который он отправил в такое-то время, это вот точно отправлено с его компьютера, с тех пор в него не вносились никакие изменения. Ой, я извиняюсь тут. Значит, следующий способ защиты информации это виртуальное хранилище данных. Виртуальное хранилище данных это наиболее продвинутое по сравнению с просто с публичными хранилищами данных типа Яндекс.Диска, Дронбокса и так далее. Это наиболее продвинутый способ хранения данных. Оно позволяет устанавливать права доступа для третьих лиц, позволяет делиться с ними правами доступа. Благодаря этому можно устанавливать различные правила доступа для разных участников и команд проекта. пользователи могут зайти в систему введя пользовательское имя и пароль которые несут в себе информацию. Поэтому пользователю мы знаем какие у него должны быть права и какой у него должен быть доступ. Поэтому например компания IBM предостерегает своих сотрудников чтобы они не применяли Dropbox и прочие простые инструменты хранения она настаивает чтобы они были в таких хранилищах которые обеспечивают большую конфиденциальную большую надежность защиты информации. Для чего она нужна? Виртуальная комната для данных позволяет индивидуально управлять правами доступа для различных пользователей и групп. И как правило там еще можно синхроментировать с корпоративным сервером вашего предприятия. Программный рынок. На программном рынке выделяются две группы виртуальных программ которые обеспечивают функциональность виртуального офиса. В первую группу можно включить три более известные Merrill Database RR Danly и Infralinks. У них хорошая защита у всех программ. Предлагают хороший функционал. Но это топовая ценовая группа. То есть у них эти услуги платные и плата достаточно достаточно хорошая. Следующая попроще. Вторая группа компаний включает Q&Dost Warooms Ansarada. Они более удобны в пользовании и достаточно недорогие системы. вот пример скриншота одной из компаний. Он у меня сделан. Здесь вы видите имена пользователей или списки рассылок. Смотрите права по этой ссылке. Им предоставляются права доступа. Какие права доступа им можно предоставить? Им можно предоставить права на просмотр. Можно предоставить права на скачивание. Можно сделать так, чтобы ваши методички пометились. Это мне кажется особенно ценно для ДО, потому что если ваши методички разработаны каким-то преподавателем или какими-то преподавателями, то лучше всего эти файлы помечать водяным знаком вашего учреждения и тогда все ваши обучаемые они сразу будут понимать, что это конфиденциальная информация, которая идет только из вашего учреждения. Дальше есть просмотр файлов. Можно разрешить, можно позволить этой ссылке, можно позволить приводить других своих друзей тоже просматривать. и можно скачивать защищенные файлы с помощью специальной защиты этой разновидности электронной подписи. Для чего еще нужна виртуальная комната? Виртуальные комнаты данных позволяют управлять временем жизни документов, это тоже кстати очень ценная функция, потому что мы с вами говорили когда про ценность информации, что она стареет и в принципе у каждого документа есть время жизни. Вот, например, если вы используете хотите КИМ контрольно-едмерительный материал передать со временем жизни, то есть если у вас не ответил человек в какие-то заданные сроки, то после того, как это время жизни документа закончится, он либо пропадет у него на компьютере, либо ограничится к нему доступ. Потом бывают многие действительно устаревают какие-то контрольные работы, старые тестовые вопросы и так далее, всем узнаем эту проблему, УНК, что надо актуализировать УНК, приходится каждый год что-то в них подправлять и соответственно с этим к этому как раз надо привязать вот эту концепцию времени жизни того или иного документа, что может быть даже для самого преподавателя это будет полезно, если вы ему поставите время жизни документа год, а через год скажете давай-ка дорогой товарищ, посмотри, что тут нужно актуализировать актуализировать и потом дальше мы будем начинать новый учебный процесс вот здесь опять представлен скриншот здесь вводятся какие-то права доступа и как раз вот элемент календарь который ограничивает доступ по в зависимости от определенного времени ставит доступ к этой информации следующая важная функция виртуальной комнаты данных это ведение журнала событий при работе с событиями с документами это одна из самых важных и ключевых функций потому что мы с вами говорили уже о том что аксиома номер два защиты информации заключается в том что у вас должен быть монитор безопасности которая отслеживает то и что в данный момент делает в вашей системе виртуальной комнате данных такую функцию выполняет журнал событий он проводит мониторинг и говорит что кто когда имел доступ к этому документу что с ним производил вот здесь опять же показана настройка прав доступа в виртуальной комнате и вот итоговая таблица сравнения виртуальной комнаты с другими методами самый простой FTP вы знаете что такое FTP это файл транспорт протокол то есть протокол транспорта файлов передачи хранения часто пользовались наверное раньше для заливки на сервер каких-то документов дальше есть у нас публичное хранилище потом стали появляться публичные облачные хранилища и виртуальные комнаты данных FTP это самый незащищенный протокол не обеспечивает безопасного транспорта данных это публичное хранилище обеспечивает безопасный транспорт данных с помощью защиты SSL и виртуальные комнаты тоже обеспечивают безопасную передачу данных защита от специфических видов атак есть тоже только виртуальной комнате но ни в других ее хранилищах нет контроль прав доступа и распределения ролей в FTP этого вообще нет то есть если вы попали по FTP на какой-то сайт вы можете смотреть там информацию в публичном хранилище есть я его показывал это небольшое оно такое не очень не очень хорошо развито но здесь кому-то можете запретить доступ кому-то разрешить а здесь наиболее полно реализовано контроль прав доступа и распределения ролей дальше есть такое понятие централизованное управление политиками и правами доступа его нет ни в FTP ни в облачных хранениях а здесь оно реализовано то есть у вас есть политика доступа в которой вы на уровне чем отличается политика доступа от просто распределения прав доступа тем что политика это уже отдельный документ отдельная составляющая в нем пишется кому вы предоставляете права на какое время какого уровня и так далее если все эти сведения собрать это уже будет политика доступа следующее предотвращение дублирования данных дублицирования данных есть только виртуальных комнатах данных то есть нету ни по FTP ни в хранилище отзыв дают файлов доступных по ссылкам есть в публичных хранилищах и в виртуальных комнатах защита доступа по ссылке паролем то есть вы можете просто по областям хранилища вы просто даете ссылку на свой файл а здесь дополнительно можете поставить пароль на эту ссылку возможность просмотра только в браузер или например можете здесь поставить и защита данных после выгрузки из браузера тоже вот это вот она условная опция там зависит от вашего тарифа но это тоже такая есть возможность как я говорил можно ограничивать доступ к файлу по времени то есть чтобы через какое-то время значит этот файл утрачивал свою актуальность ну понятно что переход на виртуальные комнаты это расходы если вы хотите использовать этот способ защиты данных то это самый самый продвинутый на сегодня способ защиты данных но связан с расходами значит есть еще система DRM отдельно выделяется Digital Right Management это система управления цифровыми правами там у нас где-то в нашей на слайде была защита DRM то есть она реализует уже политику безопасности вот и соответственно у нас есть специальная специальный продукт который обеспечивает управление правами доступа значит владелец владелец тот кто управляет этой системой позволяет получать возможность не только защитить но установить права доступа для внешних пользователей и соответственно регулировать доступ к различным документам значит этапы внедрения этой системы DRM клиентская плава устанавливается на рабочую станцию пользователя который предоставляет доступ к защищенным документам пользователь помещает документ в микроконтейнер предварительно определяя права происходит проверка назначенных прав защищенному документу в соответствии с политиками безопасности отправка неразрешенных документов блокируется вот если что документ зашифровывается и отправляется пользователю вот ну примерно вот так вот схема схема инфраструктурная выглядит вот так то есть между это можно кстати говоря сделать не только в интернете эту систему можно установить у вас на локальном сервере внутри вашего образовательного учреждения чтобы она определяла политику безопасности политику доступа к информации через вот этот модуль защиты то есть модуль управления правами доступа ну и за что стоит выбирать такие системы это их стоит выбирать за безопасность прежде всего за то что мы сохраняем информацию конфиденциальной по за цену мы можно выбрать есть достаточно большой спектр предложений можете выбрать подходящее для себя вот и за удобство и функционал вот из этих трех качеств мы должны с вами выбрать не мы с вами конечно а вы если вы хотите пользоваться этой системой то вы можете ее выбрать вот себе подходящую следующий вопрос это канал связи мы с вами посмотрели объекты защиты источника информации вот теперь объекты защиты канала связи какие у нас с вами есть ну прежде всего самая элементарная мера которую у вас должна быть у вас должен быть канал дублирующий канал связи без этого вообще не стоит ничего начинать да потому что когда начинал проводил у себя дистанционное обучение значит мне все время нравилось отвечать на вопросы женщин Александр Николаевич чужу перед белым экраном что делать вот поэтому дублирующий канал связи просто необходим для того чтобы мы могли отправить какую-то техническую инструкцию дать какой-то совет и так далее это просто это просто опять же аксиома которая поэтому когда вы начинаете любой процесс дистанционного обучения значит я заставляю преподавателей даже когда они создают курс вот там ставят электронную почту и прочее я всегда заставляю чтобы они писали резервный канал связи вот и если вы собираетесь там выбираете Zoom там TrueConf еще что-то вот обязательно говорите чтобы у вас был резервный канал связи чтобы вы по нему могли меняться сведениями там и сделать техническую настройку ну они тоже более-менее одинаковы Skype вот у нас есть бесплатная версия значит он может до 50 человек официально поддерживать в реальности конечно поменьше вот это бесплатная версия Skype есть Zoom тоже сейчас он стал очень популярен приобрел такую какую-то нездоровую популярность потому что ничем не лучше других программных продуктов например той же системе TrueConf который ну это отечественная которой мы пользуемся сейчас ну приобрел в пользу для того что в правительстве связи проходят по этому Зуму вот надо лучше вот про Zoom хочу рассказать сразу историю что лучше всего все-таки покупать лицензию зачем вам вот то есть мы пришли к выводу что полноценный скажем так что полноценный переход на вот такие каналы общения все-таки требует покупки лицензии лицензия нужна почему вот мы купили лицензию на Zoom да значит мы во-первых смотрим теперь имеем возможность отслеживать преподавательскую активность вышло нужное время на лекцию или не вышел потому что преподаватель если мы пустим этот процесс на самотек то преподаватели начнут там кто в Zoom кто в Skype то куда у кого что там любимое кому что нравится вот значит и в целом мы эту активность преподавательскую не отследим и не соберем и кроме того это противоречит вот этому принципу который сказал что у нас должен быть монитор безопасности который наблюдает всегда что есть кто чем занимается в вашей системе и поэтому вот один монитор безопасности на уровне сохранения файлов я вам показал а второй монитор безопасности должен быть на уровне коммуникационных каналов для того чтобы организовать монитор безопасности на уровне коммуникационных каналов вы должны купить лицензию и по этой лицензии отслеживать преподавательскую активность время которое занимается на лекции и все остальное ну примерно вот основные характеристики основных коммуникационных систем на самом деле их намного больше вот но это опять же бесплатной версии значит количество участников от 12 от 10 даже до 50 хранилищих файлов в большинстве случаев нет и оно ограничено в тех случаях где есть хранилищи файлов у них есть возможность хранить файлы видеозаписи какое-то время время проведения у кого-то неограничено у кого-то ограничено в зум можно увеличить время конференции при установке функции регулярная конференция занятия провожу непрерывно 3-4 часа бесплатная версия ну я конечно я хочу сказать что вы молодец что проявляете такую активность вот что проводите занятия по зуму вот но раз вы проводите их самостоятельно создали свою самостоятельную конференцию то значит бесплатный зум кстати я уже говорил что было много случаев взлома этой системы когда в нее проникают какие-нибудь хулиганы и начинают там материться в конференции или еще что-нибудь это во-первых а во-вторых второй недостаток этого решения что вы это сделали не централизованно то есть мы вышли за пределы монитора безопасности вашего руководства и ваше и ваше руководство не знает к сожалению когда вы эти занятия проводите сколько они проводятся по длительности соответственно оно не знает каким каких усилий какие трудовые усилия вам это стоит вот поэтому я считаю что лучше все-таки такие вещи согласовать то есть мы в музе еще раз говорю пришли к тому хотя у нас так же начиналось вот когда особенно весной всех раз выкинули и давать то во что гораст ну в общем пришлось сейчас это все упорядочить создать вот этот монитор безопасности чтобы мы видели а все занятия записаны ну хорошо да да хорошо это по крайней мере это какая-то гарантия вот если он централизованно занимается политикой безопасности ну я говорю что мы пришли к тому что стали заниматься этой политикой безопасности осознанно купили лицензии у нас две системы коммуникационных но обе есть лицензии и лицензии в централизованном порядке выдаются преподавателю отслеживается преподавательская активность поэтому это решение которому в общем-то приходят все участники дистанционного обучения из возможностей конфиденциальности пожалуй наибольшей возможности дает система Microsoft Teams потому что она обладает способностью вместе с общим потоком обучаемых еще выделять обучаемых в отдельные чаты в отдельные группы и вот это вот интересная возможность которая есть в процессе обучения я вам сейчас покажу то есть мы когда создали общую в Кинте создали общую конференцию можем нажать кнопочку новый чат вот в этой кнопочке новый чат нажимаем стрелочку создать новый групповой чат вот в этой стрелочке мы можем ввести название группы и в этой виртуальных комнатах и здесь получается в Teams такой любопытный эффект что студенты остаются на удержании в основном канале связи и заходят отдельно вот в эту виртуальную комнату и это дает очень большие возможности для занятия например языками мы можем каких-то студентов отдельно выделить чтобы они пообщались между собой или с преподавателем а не останавливать при этом работу основной группы то есть можно сделать такие параллельные потоки обмена информации или например можно использовать виртуальную комнату во время чтения лекций можно скажем если у нас два преподавателя то виртуальная комната и второго студента второй преподаватель вызывает студентов по очереди в виртуальную комнату и начинает их опрашивать проводит опрос проводит зачет экзамен там и так далее что-то а в это время первым ведет лекцию то есть появляется такая возможность распараллеливания распараллеливания процессов это очень это хорошая такая интересная возможность которую надо научиться использовать и вот здесь вот показано что преподаватель добавил студент двух студентов он им сказал что он хочет их вызвать в виртуальную комнату вот чтобы они там на какие-то специальные вопросы ответили а из этой комнаты двух студентов уже исключил которые они прошли там опрос поэтому вот такие возможности дополнительной конфиденциальности создания виртуальных комнат виртуальных каналов общения они способствуют созданию комфортной атмосферы потому что студенты могут отвечать не публично и не так не так реагировать как при ответе перед всей группой не бояться что в неделю кто-то будет смеяться и так далее ну вот в общем это все что я вам хотел рассказать за время вебинара давайте какие-то есть если вопросы то задавайте вопросы нету давай нет 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 так неинтересно давайте позадавайте вопросы ну пожалуйста всем ладно раз вам всем понравилось а виртуальной комнате пожалуйста у меня кстати ролик есть я могу вам показать тут уже осталось ну 10 минут осталось времени если хотите я вам покажу ролик про виртуальную комнату так ну что-то у меня он как-то сейчас я я его загрузил а вот 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 у нас ролик значит мы смотрим что он делает а вот он да он смотрите вот этот виртуальный ролик сам этот софт по себе он встраивается в ваш офис и он видите берет и правой кнопкой жмет меню то есть он встроился просто в досы вы его не видите как какой-то программный продукт и по этой по этой ссылке вы выходите на сервер заполняете там информацию которую вам необходимо он говорит что вот этот документ защищен там ДРМ правил этой системой управления правами доступа и как просмотреть теперь документ здесь вот он отправляет пользователю ссылку происходит загрузка загрузка все загрузилось здесь и вот у нас есть регламент предоставления технической поддержки вы при установке его читаете с ним соглашаетесь и после этого идет работа полноценная с этим документом здесь вот он делает показывает показывает как можно скачать документ потом как его показать сейчас он опять же откроется и проверится все вот здесь можно поставить пароли всевозможные защиту на данный документ открыть его в ворде и вот у нас тут есть регламент вот написано откуда он пришел можно защищать вот видно когда в ворде мы открываем можно защитить этот документ сразу также можно изменить права доступа кому-то кому-то разрешить регулировать кому-то разрешить печатать вебинар уже я честно говоря с ним не работал как-то с вебинаром поэтому мне сейчас трудно сказать надо специально посмотреть ну и потом понимаете дело как правило не в самом канале а дело в тех файлах которые вы из хранилища передаете ну литературу об этом вы знаете литературу об информационной безопасности посмотреть можно технические документы можно посмотреть как бы собрать вот так вот в целом единое целое по данной теме и применить на гидро я не знаю посмотреть честно скажу можно тут он показывает как отзывать права на доступ к документу который у вас есть вот если на вашем хранилище расположен вы можете назвать права доступа и человек больше не будет получать доступ ну вот собственно ролик с демонстрацией всех возможностей закончился будет так что все давайте до свидания будем прощаться всем спасибо читайте изучайте задавайте вопросы а кстати скажите может быть курс сделать по информационной безопасности вот кто бы пошел на курс а еще кто говорите потому что палоч то есть этот самый нас же слышат вот и вполне можно было бы на эту тему собраться и поговорить наверное ума хватит не волнуйтесь вот за это точно не волнуйтесь если сумели прийти и зарегистрироваться на этот семинар на этот вебинар то ума точно достаточно точно хватает презентация да она вот здесь в открытом доступе есть можете скачать с паулем чем можно связаться ну все тогда до свидания всем спасибо большое за интерес надеюсь что может быть как еще вебинар Я напоминаю, что сертификаты всем выданы, и их можно приобрести по указанному адресу. Вам достаточно ввести свое имя или адрес электронной почты. Название вашего вебинара высветится, там будет кнопка «Оплатить», и после оплаты вы сможете получить этот вебинар точно таким же образом. Снова найти себя, и вместо кнопки «Оплатить» будет кнопка «Загрузить». Вот, я все слышал, да, я по поводу того возможного курса, который мы создадим, думаю, что мы попробуем его сделать. Вот, если это будет, то, наверное, будет в январе-феврале, но посмотрим, поговорим еще с Александром Николаевичем по этому поводу. Вот, еще раз всем спасибо. Приходите на вебинары Директ Академии, будет интересно, будем приглашать интересных авторов, вот таких вот, как сегодня. Приходите на вебинары Директ Академии.